доброго времени суток продолжаем снимать видеорепортажи о выращивании мицелия и я обещал продолжить насчет флаконов вот мы продолжаем насчет флаконов как вы поняли для того чтобы полноценно понимать те материалы которые публикуются на канале нужно регулярно следить за публикациями они бывают разные, бывают хорошие бывают плохие, бывают никакие бывают песни ни о чем но понимать все происходящее можно только значит в процессе слежения в процессе наблюдения за происходящим регулярно вот здесь интересный такой момент интересный очень такой момент очень важный, давайте посмотрим что мы здесь видим немного света света конец света очень яркий такое освещение нам нужно было я хотел более так пристально детально что-то не хочет максимально вот взять кадр вот здесь мы видим это розовая вешенка серия розовая вешенка серия 1 это те культуры которые отправлялись почтой помните что все культуры которые я отправляю по почте независимо от того знаю как бы это происходило я всегда делаю контрольные у себя отсевы то есть для того чтобы если вдруг пойдут какие-то результаты у того кто их получил не те то должны мы иметь полноценные материалы для того чтобы оценить откуда растут ноги у проблемы значит вот те мицелии которые были отправлены показало что здесь идет рост хороший рост мицелия я в камере давайте попробуем вот так вот будет вот так будет очень наблюдательно вот я думаю вы заметили что две вот этих пробирки имеют разный цвет та что слева находится она такая более розовая а та что справа более белая правильно правильно вы все поняли она розовая потому что это мицелий розовой вешенки здесь я делаю у меня что-то возникли вопросы по самой форме роста вот этого мицелия поэтому я сделал некоторые контрольные такие вот отсевы видим здесь вот это ну здесь четко уже видно что мицелий не просто отличается он просто красный на фоне вот мицелия штамма М5 обыкновенной вешенки то он здесь красный потому что это розовая вешенка и мы реально видим что она розовая ну и здесь та же самая история он просто красный вот внизу значит показывает жизнеспособность этот дата давайте посмотрим вот такой интересный момент дата этого этой пробирки это 24 0 7 14 года то есть летом где-то я делал вот эти посевы в июле начало августа скажем так в начале августа сделан был этот посев сейчас у нас январь конец января то есть прошло уже полгода они хранились при очень низкой температуре и вот то что вы видите рост вот до этого уровня при низкой температуре рост остановился вообще розовая вешенка чтобы вы знали при низких температурах она растет очень плохо и я иногда даже наблюдал что бывает атрофируется мицелий он просто как будто исчезает потом если этот мицелий опять вынести на комнатную температуру то рост возобновляется он начинает расти вот как раз этот момент вы видите в этой пробирке итак мы проанализировали вот такие моменты относительно пробирок для сравнения в общем пробирка значит следите за каналом не забудьте там внизу есть кнопочка где ставится лайк и подписывайтесь на канал если вы еще не подписались потому что завтра я расскажу что-то важное